Особое мнение на 101FM Они начинают включать отопление На 9 дней этот график распределили И в течение 9 дней будут включать отопление В итоге последним его дадут Тогда, когда, судя по прогнозам В Кирове будет плюс 18 градусов Прекрасно Не знаю, как это все сложится Тем не менее Напоминаю слушателям еще о том, что вы можете участвовать В нашей программе через форму анонсов На нашем сайте Вы можете задавать вопросы Нашему гостю Яну Чеботареву Вы можете не только слышать нас, но и видеть На трансляции в Ютьюбе, на трансляции На нашем сайте кирова.ру И на трансляции ВКонтакте Ну и, пожалуйста, 8-909-720-101-0 Номер для ваших сообщений Вайбер, Ватсап И СМС по старинке тоже можно использовать Спасибо Присоединяйтесь к нам, и мы следим Начнем, Ян Евгеньевич, наверное Не с той темы, которая будоражит умы Последние две недели, наверное Это вот история с мусорной реформой Я видела, что вы комментировали ее частично Обязательно мы об этом с вами поговорим Но сначала я бы просила вас прокомментировать историю С участком, спорным участком в Парке Победы Я, честно говоря, запуталась У меня почему-то дважды два, получается пять Четыре Получается у меня почему-то пять Потому что, если я не ошибаюсь, то По решению суда Леонид Ефаркин должен был выплатить городу По-моему, 165 миллионов рублей В качестве возмещения ущерба И, кажется, на прошлой неделе сообщали Что он начал уже выплачивать Ну, по-моему, тысяча с чем-то рублей он уже даже выплатил Да, 1600 Вот И, если я правильно понимаю, это те самые деньги В которые оценили вот этот потерянный участок А теперь мэрия заявляет о том, что намерены вернуть этот участок городу Получается, получат и деньги, и землю, что ли? Да нет, конечно Все достаточно просто Ничего здесь странного нет Приговор, который был вынесен господину Ефаркину Отражал ту действительность, которая существовала на момент вынесения данного приговора На момент вынесения приговора и вступления его в законную силу Земельный участок Не находился в собственности города Выбыл из владения муниципального образования Был реализован за существенную сумму денег И, соответственно, никакого другого решения по делу Ефаркина Кроме как взыскать причиненный его действиями ущерб У суда попросту не было Другой вопрос о том, что после того, как был установлен факт Что основанием для выбытия из муниципальной собственности Достаточно большого куска земли Являлись неправомерные действия лица Или лиц Или лиц Ну, нет По приговору Ефаркина Лица Подобного рода приговор открыл возможность для администрации города К подаче искового заявления в арбитражный суд Кировской области Непосредственно уже к конечному приобретателю этого имущества Кировспецмонтаж С заявлением в индикационного иска Об истребовании данного имущества из чужого незаконного владения Со ссылками на то, что данный участок фактически выбыл Помимо воли муниципального образования И я думаю, что подобного рода исковое заявление Безусловно, будет подано и имеет неплохие шансы для удовлетворения Я бы, во всяком случае, здесь, если вести речь о тотализаторе То ставил, безусловно, на администрацию города То есть город сможет участок вернуть, по вашим прогнозам? Ну, с вероятностью процентов сколько? Ну, любая вероятность любого решения суда составляет ровно 50%, хотя в данном случае я бы дал Либо выиграем, либо проиграем Но в данном случае я бы дал, конечно, побольше Ссылаться на добросовестность приобретения Кирова спецмонтажа в данном деле не сможет Об этом есть специальная оговорка статьи 302 Гражданского кодекса Что в том случае, если имущество бывает из владения собственника Помимо воли собственника, было похищено, украдено А в данном случае речь идет о том, что у нас господин Ефаркин как раз и был осужден фактически за один из видов хищения То презумпция добросовестности приобретения не действует И когда состоится подобного рода решение И земельный участок будет возвращен в собственность муниципального образования У стороны защиты господина Ефаркина, у муниципального образования город Киров Появится возможность обратиться в шут, который выносил приговор Ефаркину С просьбой о внесении изменений в данный приговор В часть изменения порядка его исполнения Ничего страшного здесь нет абсолютно Так, то есть вот эта история со 165 миллионами Двоемого взыскания не будет То есть она просто, на ней просто поставят крест, вычеркнут ее Ну да, то есть если земельный участок будет возвращен То естественно никто не будет с господина Ефаркина взыскивать какой-то ущерб Который фактически будет погашен за исключением, возможно Возникновение каких-то исковых требований со стороны Кировспецмонтажа Вот, я хотела спросить, а что собственно с приобретателем этого участка? Вот как раз приобретатель этого участка и сможет предъявлять свои претензии лицу Которая продала и получила денежные средства за этот участок При том, что само незаконно этот земельный участок и получила А это должен быть единовременный процесс? То есть все вместе должны идти или нет? Или это отдельная какая-то история? Ну смотрите, значит, если бы подобного рода процесс инициировал Кировспецмонтаж То есть он бы обратился в суд с подобного рода заявлением об оспаривании данной сделки О возврате земельного участка муниципалитету Он бы имел возможность совместить несколько требований С учетом того, что инициатором подобного рода спора выступает город Ну естественно, город, я думаю, вряд ли будет защищать интересы Кировспецмонтажа И требовать какого-то взыскания с господина Ефаркина в пользу Кировспецмонтажа Поэтому я думаю, что здесь эти вопросы будут решаться последовательно Сначала арбитраж рассмотрит исковое заявление администрации города к Кировспецмонтажу И в последующем, когда это решение состоится и будет исполнено Кировспецмонтаж сумеет обратиться с иском в суд общей юрисдикции О взыскании этих денег с господина Ефаркина Да, но вопрос только в том, что если по решению суда Леонид Ефаркин выплатил 1600 рублей То сколько же лет понадобится на то, чтобы можно было получить эти средства? Ну, наверное, это будет не очень быстро Но другой вопрос Куда-то ведь деньги, которые были получены от Кировспецмонтажа Делись А проследить их путь, насколько реальный? Нелегко, но теоретически возможно Тем более, что здесь исковая давность не применяется Вряд ли господин Ефаркин до конца своей жизни будет скрывать капиталы свои Может быть, конечно, он выберет для себя такой путь Жить на пособие, официально не работать, не иметь никакого имущества, не ездить за границу и прочее-прочее Даже в этом случае, рано или поздно, по достижению установленного возраста Он будет получать пенсию и сможет половину этой пенсии отдавать Кировспецмонтажу Тем самым компенсировать тот вред, который этому предприятию он своими действиями причинил Это какая-то очень долгая история получится Безусловно, но колеса правосудия вращаются зачастую медленно, но неотвратимо К сожалению, большому в этом деле такое ощущение, что пострадавшая эта сторона все-таки не одна получается Безусловно, здесь я с большим нетерпением жду развития уголовного дела нашего бывшего городоначальника Который, как мне кажется, тоже приложил свою руку к вот этой ситуации, которую мы сейчас обсуждаем Ну что ж, подождем суда Говорили, что фактически в ближайший, наверное, месяц-два должно уже быть понятно Ой, не факт, по тому количеству эпизодов, которые вроде бы вменяют Владимиру Васильевичу Я думаю, что мы можем здесь и подзадержаться на этапе предварительного следствия Не факт, что начнется суд быстро Юрист Ян Чеботарев в нашей студии Ну давайте к теме транспортной реформы перейдем Еще одна история, в которой тоже, мне кажется, пострадавших какое-то невообразимое количество То есть это и инвесторы центрального полигона, который в Осенцах Это и жители тех районов области, в которых расположены так называемые резервные полигоны Или свалки, как их называют там эксперты, да, говорят, что полигонами их нельзя еще называть Слишком там, ну, с точки зрения технологий все устарело, да Это и все жители, наверное, Кировской области, потому что вот сейчас, например, непонятно, что будет с нашим тарифом После того, как власти внесут изменения в территориальную схему, а делать это они намерены Понятно? Почему непонятно? Конечно, понятно Вырастет? Конечно, конечно Во-первых, это общая тенденция реформирования всех тарифов в отношении услуг ЖГХ Подскажите мне хоть раз, когда у нас они падали А падали, между прочим, тариф на мусор-то снижали ведь На непродолжительное время Так вот, как раз, снижали это в связи с тем, что в Слободской район в Осинске возить этот мусор немножко ближе, нежели куда-нибудь под Зуевку или вообще в Котельничке На мой взгляд, ну да, приняли решение об исключении Осинского полигона из территориальной карты складирования бытовых отходов Причем те документы, которые анализировал я, ну честно говоря, не содержат никакого даже обоснования Есть попытки сослаться на решение арбитражного суда, которое состоялось в 2019 году Но, на мой взгляд, это все-таки крайне неумелые попытки Почему? Основанием для принятия арбитражным судом Кировской области в свое время решения О признании недействительным административного акта Слободского района администрации О введении полигона в действие На мой взгляд, являлись чисто, во-первых, процедурные ошибки в ходе судебного процесса Ну, не повезло ответчикам с юристами в свое время Значит, и суд указывал в своем решении на фактически те обстоятельства, которые являются устранимыми В то же время это решение, это решение в настоящий момент трактуется как навсегда и при любых условиях Исключающие возможность эксплуатации полигона Хотя, уже после того, как состоялось решение арбитража, о котором мы говорим Администрация Слободского района приняла полигон вновь в эксплуатацию, оформив соответствующие документы И этот полигон успешно принимал мусор, который генерировался значительной частью области Во всяком случае, я знаю, что весь мусор из города Кирова шел именно туда И в настоящий момент, я не знаю почему, возбудилась администрация Кировской области правительства Инициировав через Министерство защиты окружающей среды самостоятельный иск Об оспаривании того разрешения на эксплуатацию, которое было выдано администрации Слободского района Не вполне понимаю здесь даже логику правительства С одной стороны, ну понятно, что можно объяснить подобного рода действия С защитой интересов, а вот чьих? Если первый процесс возник по инициативе ДСАФа, который говорил о том, что Вот размещение подобного рода полигона будет создавать какую-то угрозу для нас Мы заинтересованные лица, пожалуйста, защитите нас В последующем, уже на этапе апелляции, когда было достигнуто соглашение Между всеми интересантами, которые пытались заключить мировое соглашение Суд посчитал, что в делах подобного рода заключение мировых соглашений общение целесообразно Хорошо, ошибки, которые были допущены в проектной документации, были исправлены И полигон был введен в эксплуатацию Правительство взяло на себя функцию защиты, получается, третьего лица ДСАФа Который сейчас в настоящий момент само не считает, что подобного рода полигон Который существует, создает какую-то угрозу для безопасности полетов Это очень интересно, это обычно так с несовершеннолетними, извините, бывает в уголовных процессах Бывает, бывает, бывает Именно поэтому, когда меня спрашивают, например, что считаю я, чем вызван подобного рода странный иск Я озвучиваю свои предположения, что, на мой взгляд, идет либо попытка выдавить с рынка инвестора Который вложил достаточно значительную шуму денег для строительства и введения в эксплуатацию полигона в Осенцах И часть этих денег, между прочим, мы все заплатили, потому что это была инвестиционная составляющая Либо идет какой-то глобальный передел рынка приемки твердых бытовых отходов И я не исключаю, что все делается именно для этого К сожалению, мы можем только подождать и посмотреть, как эта ситуация будет развиваться К сожалению, каких-то четких данных, указывающих на коррупционную составляющую Либо еще на что-то, либо действительно на какие-то злонамеренные соглашения Между правительством Кировской области и какими-то частными структурами у меня нет Я, как обычный кировчанин, не вполне понимаю, что такое произошло, что правительство области в лице Министерства защиты охраны окружающей среды Вдруг решило позащищать интересы самостоятельного юридического лица Которое вроде бы доказало собственную самость и умение в случае необходимости показывать зубы и защищать себя И подобного рода действия однозначно привели и приведут в дальнейшем к росту тарифов на утилизацию мусора Мы вроде и так не особо богато живем с тем, чтобы платить все больше, больше и больше Понятно, что мы можем в наши тарифы заложить вывозку этого, простите, несчастного мусора на Луну космическими кораблями Но это же будет стоить чего-то, причем я уверен, что крайне много Насколько это целесообразно? Обоснование предлагаемой технологической карты К принятию которой правительство в настоящее прикладывает все усилия Формально существует Другой вопрос о том, что изготовить документ, который называется обоснование И как-то попытаться экономически обосновать, простите, принятые решения Это две большие разницы Я бы дорого дал, чтобы кто-нибудь из правительства области сказал, почему Они посчитали, что для нас, кировчан, для жителей города Кирова, близлежащих районов Возить мусор в Зуевку, например, гораздо интереснее выгоднее, нежели просто банально, собственно говоря, перенести И уж на то пошло Этот же аэродром, если уж там так беспокоится у нас правительство области за безопасность полетов Если дело в аэродроме Да, если дело в аэродроме Либо установить какие-то дополнительные приборы по отпугиванию этих же птиц и прочее Пока, во всяком случае, я вижу, что этот процесс крайне, я бы даже сказал, излишне политизирован На моей памяти принятие арбитражным судом на этапе принятия только лишь принятия искового заявления мер по обеспечению исполнения будущего решения суда в виде немедленного запрета на эксплуатацию полигона Ну, никак обосновать не представляется возможным Если у нас правительство говорит о том, что существует какая-то потенциальная угроза для полетов То тогда, простите, с точки зрения этой же практики, ведь полигон в осенцах работал, работал Принимал, принимал, птиц отпугивал, отпугивал Что произошло что-то Ну да Кто-то разбился Не знаю Ну понятно, что здесь могут говорить о том, что неужели эхо Москвы в Кирове хочет, чтобы тут кто-то пострадал, чтобы самолет упал, еще что-то Мы смотрим в будущее для цели недопущения Не, ну как-то почему-то мы предыдущие годы не смотрели в будущее, а тут внезапно начали смотреть Вот, вот, вот И опять же здесь забывают некоторые нюансы Так Какого рода Даже в том случае, если иск правительства области в лице министерства венчается успехом С использованием административного ресурса, без использования такого ресурса Но, простите, данный полигон строился на основании официальных разрешений Деньги туда вморожены абсолютно немаленькие За чей, простите, счет весь этот банкет и куда смотрели наши чиновники, выдавая соответствующее разрешение, если в настоящий момент их позиция кардинально поменялась, фактически перевернувшись на 180 градусов Это чего частная компания, центральный полигон, по-моему, будет получать компенсацию из средств бюджета Ну, получается, что так Тех денег, которые она потратила на фактически исполнение тех разрешений, которые ей выдавались У нас, простите, так, бюджета никакого не хватит И если уж действительно настолько наши власти заинтересованы в обеспечении безопасности полетов Давайте просто хотя бы посчитаем Я-то рассчитывал, что здесь нам действительно какую-то экономику покажут Что, уважаемые господа, перенос пункта приемки мусора кировчан в район Зуевки Или в Слободской Осинцы — это Слободской район Не, ну имеется в виду другой полигон Куда-то подальше Будет нам стоить столько-то Значит, компенсация центральному полигону будет стоить столько-то Переселение, например, аэродрома, не такой уж он там, простите, и мегаэропорт Аэродром для прыжков с парашютом, чтобы его невозможно было куда-то перенести Будет стоить столько-то Мы банально посчитаем, наши депутаты посчитают, что нам, собственно говоря, выгоднее С точки зрения экономии, нормальной человеческой экономии И в очередной раз убеждаюсь, что очень часто бывает, что наши чиновники руководствуются всем, чем угодно Кроме, простите, достаточно простого, здравого смысла Во всяком разе, еще раз, я не говорю о том, что я априори знаю все, что думает правительство области и прочее Но я хотел бы понять, почему и чем руководствовались наши власти Во-первых, давая разрешение в свое время на размещение полигона в Осинцах И что такое произошло в настоящий момент, когда введенный в эксплуатацию полигон, который делает доброе дело для жителей города Кирова Причем на протяжении длительного времени Причем никаких фактов, свидетельствующих о ужаснейшей угрозе падения летающих судов, самолетов Не имеет места быть Что такое произошло, что позиция правительства так диаметрально противоположно поменялась Вот хочу знать Ну вот я надеюсь, что ваш вопрос сегодня коллеги наши озвучат Александру Чурину Он сегодня участвует в пристайме Это вот буквально через полчаса начнется мероприятие И один из вопросов, который там заявлен, это переход от свала к строительству мусоросортировочного полигона в Кировской области У меня вообще вот есть такое странное подозрение, что может быть поставлена федеральным центром какая-то задача всем регионам Именно на сортировке и переработке сосредоточиться А два объекта в Кировской области просто не приживутся Ну то есть невозможно иметь там частный полигон в Осенцах И одновременно построив, иметь еще какой-то объект сортировки и переработки Потому что там, например, будет дороже для населения приемка мусора А здесь будет дешевле И люди скажут, что мы в Осенце повезем А правительство заинтересовано в том, чтобы окупался построенный объект Ну, безусловно, с вами согласен Ведь недаром все современные российские экономисты, во всяком случае честно, говорят о том, что с учетом того, что в течение ближайшего времени основной источником наполнения российского бюджета нефть утратит свое значение И государству придется зарабатывать и наполнять бюджет за счет средств людей Ведь говорят же о том, что люди это новая нефть Да, мы будем платить все больше, больше и больше Мы будем оплачивать вывозку мусора, сортировку, переработку Я верю, искренне верю, что ни одного рубля этих денег не пропадет И все будет построено, и все будет работать Но хотелось бы помимо какой-то веры еще и чем-то подкрепить Вот не вижу пока Обоснований нет Ну да Ладно, продолжаем У нас полторы минуты до перерыва Я вот сейчас спрошу звукорежиссера, можем ли мы пораньше немножечко уйти на рекламу Можем, говорит звукорежиссер Давайте мы тогда сейчас на рекламу сбегаем и вернемся уже с другими темами Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев в нашей студии Мы продолжаем, у нас еще несколько тем на повестке Я бы попросила вас прокомментировать Ну совершенно вопиющую, я бы сказала, историю Наши коллеги свойкировские пишут об этом Но насколько я понимаю, это такое мероприятие Ну та история, о которой была достаточно публично заявлена Это история с увольнением, массовым увольнением поваров из кировских школ Значит, связана с двумя вещами Первое, это вот эта вот инициатива Владимира Путина Об обеспечении бесплатным питанием в школе горячим всех учеников начальных классов Что автоматически там повлекло за собой огромное количество Рост, рост вот этих детей, которых нужно накормить Вот, и вторая история связана с карантином, с ковидом и со всем остальным Потому что дети сейчас в школах не могут всеми классами дружно пойти на перемене большой в столовую и пообедать Их там распределили В итоге, значит, сотрудники школьных пищеблоков и столовых приходят на работу в 5-6 утра Чтобы к 8 подготовиться уже, да? И уходят с работы в 6 Пока они всех накормят Вот все параллели со всеми перерывами, со всеми мерами безопасности И такого графика люди просто не выдерживают Зарплата, кстати, была озвучена, зарплата не очень большая Буфетчики и повара получают от 14 до 20 тысяч рублей Мойщики от 14 до 16 Зарплата заведующих производством от 16 тысяч до 33 тысяч рублей Была заявлена в мэрии Ну и я так понимаю, что те надбавки, которые сейчас мэрия готова платить, бюджет готов платить Они не компенсируют вот этих вот затрат, там, нервов своих и времени Ну, во-первых, Аня не согласен с вами в части того, что, на мой взгляд, в этом мире ничего бесплатного не бывает Так? Может быть, для семей школьников И не будет, и нет Не предусмотрено отдельной какой-то оплаты за горячее питание Но эти же семьи в любом случае, эти деньги будут платить другой вопрос, что опосредованно Не на прямую школе, не на прямую буфету Через налоги А, вырастет, все подорожает Да, конечно, через увеличенные акцизы На табак, алкоголь, на бензин На рост коммуналки На увеличение тарифов по вывозу твердых бытовых отходов Да все, что хотите Вон там, НДФЛ у нас собирается увеличивать, слава богу, не для всех Но это пока Поэтому, на мой взгляд, здесь определенная доля лукавства, безусловно, есть Значит, никто наших детей бесплатно Это с бесплатным питанием Ну да, никто наших детей бесплатно кормить не собирается Значит, что касается странности позиции школьных властей Ну, безусловно, если нынешняя ситуация с новой коронавирусной инфекцией Влечет увеличение нагрузки Не только на медицинский персонал в госпиталях Но и на заведения общественного питания Которые осуществляют свою работу в столь жестких санитарных мерах Которые обязаны применять, например, кормя наших же школьников Ну, а почему это должно быть бесплатно? Не, я со стороны работников пищеблоков Я прекрасно понимаю, что люди стали работать больше Я так поняла, что основная проблема с тем, что в бюджете нет денег Решение проблемы увеличение фонда оплаты труда Для этого нужно соответствующее выделение денег из бюджета Аня, когда наше все декларировало на голубом глазу Скольки там месячные оплачиваемые выходные для наших работников Я помню, с сохранением заработной платы Тоже не задумывались, за чей счет этот банкет Значит, пообещали вроде какие-то льготы и преференции Но что-то я, собственно, не вижу их Я не отношусь, конечно, к особо пострадавшим отраслям экономики Но, тем не менее, мои работники чудно честно поотдыхали Я совершенно честно заплатил им все деньги, которые они получили Хотя, конечно, заработал я, скажем так, немножко поменьше В связи с всеми ограничительными мероприятиями Если у нас наши власти с целях, я думаю, собственной рекламы Увеличения рейтинга Декларируют какие-то общественно важные начинания Но прежде всего следует задуматься А если, собственно говоря, у нас деньги в бюджете на подобного рода начинания Во всем мире делается именно так И если в какой-то статье бюджета Денег на подобного рода похвальную инициативу Обеспечения бесплатным питанием школьников не находится То обычно в нормальных странах Задумываются над перераспределением бюджета Например, сокращают расходы частично на оборону Забывают по поводу ядерных ракет на атомных двигателях Либо там мегагиперзвуковых подводных лодках и прочие вещи Что нам регулярно демонстрируется на различного рода картинках Которые, как потом выясняются, фейковые мультики А опять же, не пытаясь реализовать собственную инициативу За счет патагонной системы Выжимания последних соков из бедных работников Из серии, что если хотите работать, то работайте Кто не хотите, пошли все вон к чертовой матери Слушайте, я сам видел подобного рода систему Я готов пяткой прямо сейчас в эфире перекреститься За то, что я в свое время ушел с государственной службы Но к нам так же относились Хотите работать, работайте Не задавайте глупых вопросов Кто будет сверхурочное оплачивать и прочее Пистолет дали и крутись, как хочешь Шутка В этой части как раз во многом наши власти Ведут себя хуже самого нечестного работодателя Которых в настоящий момент осталось не так уж много на открытом рынке И вот на мой взгляд, подобного рода демарши С одной стороны, мне жалко людей, которые теряют худо-бедно какую-то работу Но на мой взгляд, устроиться они смогут все равно И в частном секторе, уверяю вас, они будут зарабатывать гораздо больше Чем, простите, сидя в ожидании бюджетной подачки И, простите, соблюдая все установленные, может быть, хорошие и правильные ограничения Но, тем не менее, те ограничения, которые мешают им работать Не дают им возможности заботиться о собственных семьях И никак, собственно, не компенсируются Да, хорошо, с поварами разобрались, они найдут работу А кто детей-то будет кормить, если все уволятся? Ну, у нас на это есть наши власти Сами должны встать Пожалуйста Они же продекларировали, что мы накормим всех детей бесплатными горячими обедами Выполняйте А вот когда придут очередные выборы Мы все вспомним, что нам обещали, что в результате мы получили И придем, и соответствующим образом проголосуем Ян Евгеньевич, ну так же нечестно То есть власти, во всяком случае, кировские власти точно не виноваты в том, что коронавирус случился Ну, то есть это же история, она же не только из-за декларации вот этой вот по обесплатному питанию Секунду, секунду Нормы Трудового кодекса обязательны для всех Если директор школы видит, например, что в результате установленных санитарных ограничений Время работников, время работы его работников кратно увеличивается Я практически уверен и верю, что, наверное, он все сверхурочные часы указывает правильно В табелях учета рабочего времени Никоим образом ничего не скрывает Но, честно говоря, знаете, верю в это с трудом Почему? Потому что сразу возникает вопрос финансирования, фондов, заработных плат и прочие вещи И подобного рода поручная система идет у нас, простите, с самого верху На мой взгляд, говорить о том, что наши региональные власти не виноваты в том, что случился коронавирус Да, безусловно, не виноваты Я готов согласиться А насколько правильно табелируются заработные оплаты вот этих бедных несчастных поваров, буфетчиков и прочих Почему? Если мы с вами видим, что в результате введения всех этих ограничительных мер Фактическое время работы людей выросло Почему они такую же зарплату получают? Нет, там вроде пообещали какие-то надбавки Ключевое слово «пообещали» Мы приняли решение выплачивать надбавки за увеличение интенсивности и за качество Мы это кто? Также за выполнение обязанностей за отсутствующих сотрудников Нет, это поясняет Артур Шамсудинов, директор комбината питания Каким образом можно принять решение? Трудовой кодекс, который обязательно для всех говорит о том, что если твой работник перерабатывает в связи с любыми обстоятельствами Ты должен, простите, не решение принимать, а выплачивать ему чего-то Если работник говорит о том, что меня не устраивает подобного рода условия, так он и принимает то решение, которое только лишь и может принять, голосует, простите, ногами Берет и уходит Поэтому, на мой взгляд, здесь опять же все, простите, упирается просто в деньги Которых в бюджете нет Не наша эта проблема Куда они из бюджета деваются? Лишний раз можно пересмотреть пару интересных фильмов Алексея Анатольевича Навального Ян Чеботарев в нашей студии Да, Алексей Навальный, конечно, на прошлой неделе, выйдя из комы, все-таки порадовал многих Но при этом огорчил, потому что в социальных сетях какая-то совершенная вакханалия началась по этому поводу У нас остается пять минут до конца эфира Ян Евгеньевич, я бы хотела вас попросить еще прокомментировать пару тем Ну, во-первых, смягчена мера пресечения бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко Чиновника, экс-чиновника перевели из СИЗО на домашний арест, насколько я понимаю И вот здесь вопрос, эта история связана с тем, что все, ну, как бы расследование завершено Всех фактов, которые вменяются, и нет необходимости держать человека под стражей Ограничивать его свободу настолько серьезно Или, может быть, связана с какими-то другими обстоятельствами Ну, давайте так, вот эта вещь не предусмотрена уголовно-процессуальным кодексом Но, тем не менее, очень часто, как бывший следователь говорил Значит, очень часто мера пресечения используется для целей оказания некоторого давления Психологического Безусловно, никакого иначе Значит, психологического давления на потенциального подозреваемого обвиняемого И вот подобного рода изменение меры пресечения прежде всего свидетельствует, наверное, о том, что какой-то консенсус Между обвиняемым и следствием достигнут Потому что если обвиняемый ведет себя не совсем правильно с точки зрения следствия Если он пытается все отрицать, следствие путает, никак со следствием не сотрудничает Ну, даже с точки зрения человеческой логики Рассчитывать на какие-то поблажки со стороны следствия ему не приходится Вот Это с точки зрения практики Уголовно-процессуальный кодекс, безусловно, говорит немножко о другом О том, что следствие, безусловно, может избрать меру пресечения Смягчить избранную меру пресечения В том случае, если полагает, что изменение данной меры пресечения Никоим образом не позволит обвиняемому мешать следствию Оказывать давление на свидетелей Путать следы и прочее, прочее Ну, с учетом того, что у нас меры пресечения утверждаются все-таки даже Не столько следствием, сколько судом А суд у нас, безусловно, законный, справедливый И самый гуманный в мире, так как мы знаем Ну, значит, так тому и быть Очень часто подобного рода смягчение меры пресечения Ну, не всегда идет на пользу обвиняемому Потому что все-таки содержание в условиях следственного изолятора А, это в отношении сроков Да, приравнивается к большему сроку лишения свободы Нежели нахождение дома под домашним арестом Хотя дома под домашним арестом, ну, наверняка это более комфортно Остается у нас две минуты, Ян Евгеньевич Я думаю, что мы очень коротко с вами прокомментируем Все-таки депутат законодательного собрания Валерий Басюк Предпринимает вторую попытку ограничить количество людей на митингах Ну, точнее, площади ограничить Если в нынешнем законодательстве полметра на человека Можно там, да, проводить массовые мероприятия Ну, все понятно Вот, то он предлагает квадратный метр на человека Ссылается в том числе на коронавирус Это Хабаровская Беларусь так напугали? Да, безусловно Наши власти в любом случае на протяжении достаточно длительного уже промежутка времени Делают все для того, чтобы максимально осложнить для наших граждан Возможность мирно и без оружия собраться И как-то высказать свою позицию по отношению к тому или иному общественному событию Которое имеет место быть И не знаю я ни одного случая, когда упрощалось бы проведением различного рода шествий Митингов, демонстраций и прочее Всегда только усложняется Не говоря уже о том, что, слушайте, а с точки зрения человеческой логики А как это будет контролироваться? Это чего? Замеряют периметр, площадь Установят рамки и не будут пускать людей больше, чем, возможно, эта площадь Больше не вмещается Хорошо, они рядом будут стоять Кто будет нести подобного рода ответственность? Ну, идет митинг, чего между гражданами будут постоянно с рулеткой ходить Не могли приближаться на лишние 20 сантиметров Ну, смешно ведь, как будто в стране других проблем нет Кроме как, вот как можно больше стеснить гражданам возможность собраться и что-то хотя бы пообсуждать Было уже такое, было, больше трех не собираться Не хочу такого повторения Ян Чеботарев, юрист в нашей студии, в программе «Особое мнение» Мы тем по митингам обязательно возьмем в разворот Возможно, Ян Евгеньевич и вас тоже подключим Тоже попросим высказаться более подробно Спасибо большое, программа «Особое мнение» на этом завершается Яна Лапшина, мой гость Ян Чеботарев, мы с вами прощаемся До свидания «Особое мнение» на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok